Всем большой привет! Меня зовут Марина. Сегодня обзор покупок с магазина всем известного и бюджетного такой как светофор. Обычно всегда на фоне ставлю вот такую тележку. Вот. Когда я снимаю видео с доброценным, либо со светофором, с магнита вот такие штучки. У меня до сих пор не понимаю, что это такое. Вот видите, прищепочки. Что с ними делать, не понимаю. Но прикольные. Так. И поставлю. Мы так периодически туда заезжаем. Будет по мелочи покупаем. Поэтому давно видео не снимала, не хотелось. Сейчас решила снять. Надеюсь, будет оно для вас чем-то полезным. Попробуем какие-то продукты. То, что можно попробовать. Наверное, если они у меня сейчас есть. Но первым делом я покажу стандартные такие вещи, как клеенку. На стол, на полке, куда угодно. Как вся двухсторонняя. Эту я последнюю забрала. Там вообще гора их лежит. Но не те расцветки, какие бы я хотела. Выбрала такую. У меня это как-то больше подходит. Размер разглядела. Вроде бы 60 на 120. На летнюю кухню, возможно, пригодится. На эту куда-то что-то режутся. Внутри шкафов порезать хорошо. Положить такие вот вещи. Очень удобные, комфортные. Во дворе у меня лежит, на столешнице под навесом. Такая клеенка практически каждый год кладу на сезон не хватает. Главное, как говорится, подобрать хороший симпатичный рисунок для себя. Цена ее 58 рублей. 80 копеек. Ну, 59 рублей. Замечательная цена. Продаются в данный момент светофории, табуретки. Что-то около 300 рублей. Плетенки, пластиковые, стандартные. Для как в садовая мебель хорошо будет смотреться. В общем, там три цвета серые, бледно-серые. Светло-серый, серый и бежевый. Что-то, по-моему, 230. Ну, 240 рублей примерно табуретка. Ну, шикарная цена, конечно. Поэтому обратите внимание, кто еще не видел. Игрушек, море. Очень классных игр, книжек. Для детей товары есть замечательные, развлекательные. Прям купила бы, сама играла. Но для внучки посмотрела. Еще нам такое рано. Не стала покупать. Пластиковые машины для мальчиков, для девочек. Короче говоря, есть что выбрать. Посуды достаточно много. Стаканы все это, знаете. Посуда там и кастрюльки эмалированные. Ну, мне все это не подходило. В общем, есть что посмотреть. Но при этом склад-магазин Светофор сейчас у нас примерно треть товаров, треть зала просто пустые стоят. Раньше были забиты. Треть зала пустые. Туалетной бумаги нет. Постоянно, как мы туда не заезжаем, там постоянно нет туалетной бумаги. Либо какая-то такая не очень. Ну, мы ее там не брали. Ну, посмотрим, что будет дальше. Далее. Белизна, гель. Вот такая вещь. Я думаю, все знают, всем нужно. Гель, но он такой жидковатый. Поэтому не вода, чуть гуще воды. Я думаю, все понимают. Всем надо хоть полы мыть, хоть что-то обрабатывать. Ну, не тазы, туалеты. Да все годится. 41 рубль 50 копеек стоит эта белизна. Сначала покажу то, что несъедобное. Так, пакеты для заморозки я взяла. Вот такие пакеты. Здесь 100 штук на 3 литра. Они небольшие. Но я так посмотрела, более-менее плотные. Естественно, для заморозок. И здесь дешевле, чем в том же фикс-прайсе цена. Ну, там пакеты, мне кажется, поплотнее. Здесь потоньше. Но они прекрасно подойдут для заморозки. Они тоньше фикс-прайсовских. Ну, вполне-вполне хорошенькие такие. Не совсем сдохлые. 39.90 стоят эти пакеты. 100 штук, не 50. Запоминайте, 40 рублей. Выгодно достаточно. Ну, поэтому взяла. И пакеты выгодные тоже. Большие. Кстати, большой ассортимент выбора пакетов. Разных размеров, разный литраж. Выбирайте. Я взяла для заморозки и самые большие. 240 литров, 15 штук. Вот так они выглядят. В общем, люблю такие пакеты. И они у нас расходятся. Не только для всякого разного мусора, а просто даже для какой-то упаковки. Хоть в гараже, хоть дома что-то упаковать. Они большие и классные. Не могу сказать, что они хлипкие. Ну, вполне нормальные. Если, конечно, кирпичи не грузить в них. Ни для кирпичей, ни для строительного мусора, мне кажется. Ну, для легкого. Мешки мусорные. Вот эти. Большие, которых 15 штук в упаковке стоит. 59,90. Ну, 60 рублей. Нет, 69,90. 70 рублей. Ну, хорошая цена. Еще я взяла тазик. Выгодный, удобный. Повторный уже беру. Но это в конце видео. У меня как раз тазики все нагружено. Я очень люблю специи. Ну, конечно, я не могла отказаться от таких специй. Первый раз таких увидела. Такие прекрасные баночки. Цена у них около 80 рублей. Там без копеек. 80 рублей стоит каждая баночка. Ну, у них замечательный объем. И, надеюсь, хороший вкус. Вот попробуем специи. Вкусные или нет? У нас было только три вида. Было бы 4-5. Я бы, наверное, все 5 бы взяла. Так, спецвкус. Первый раз беру. Приправа универсальная. Универсальная. 450 грамм. Здесь замечательный объем. Пластиковая банка, пластиковая крышка. Запечатано все. Кстати, это у нас Сартовская область делает. И можем глянуть состав. Не буду читать. Прочитайте. Поставьте на стоп-кадр, кому нужно. Вот. Ох, сюрприз. Тут даже есть хорошая крышечка с отверстиями. Это здорово. Кстати, очень ароматно пахнет. Здесь присутствует соль. Имейте в виду, что это не просто специя, а не с солью. Специя достаточно нормальная. Не скажу, что прям супер вкусная, конечно. Ну, за такую цену, понятное дело. Но с солью тут точно треть банки есть. Поэтому достаточно соленая приправа. И она, думаю, быстро разойдется. Каждая баночка с такой крышкой. Я прям рада, что она... Ох, слушайте, тут еще что-то открывается. Ох ты, слушайте, она, оказывается, вот какая. Класс. Это вообще удобно. Прям рада, что взяла. Это мне даже по запаху больше нравится. Это у нас кавказская. Здесь больше специй. Ммм, кориандр тут чувствуется. Тоже вкусненькая такая. Соли не пожалели. Состав. И для курицы. В принципе, вполне нормальное оформление. За 80 рублей баночку. Такой объем. Ну, тут соли, конечно, дофига. Но все же. Хороший, мне кажется, пойдет в это приготовление пищи. Замечательно. Опять ставьте, кому надо, на стоп-кадр. Ну, это классные банки-пересыпушки. Они откручиваются. И, пожалуйста, засыпайте себе сколько хотите дополнительно приправы. Уже подписаны баночки. Не надо мучиться с подписями. Видите, все откручивается. Еще бы к мясу. Еще бы еще какой-нибудь хмели-сунели. Еще что-нибудь интересненькое. Какую-нибудь паприку бы разную. Вообще бы было бы замечательно. Мало таких банок. Мало. Надо больше было привозить. В ассортименте их. Ну, я докупила паприку. Вот в таком варианте. Сухая красная. Адегейская. Джика премиум. Тут, наверное, острая. Пересыплю в баночку какую-нибудь. Кстати, на пачке написано 100 грамм. Паприка. Красный хлопья. Перец красный. Острый. Перец душистый. Чеснок свежемолотый. Адегейская соль. Ну, такую я ни разу, кстати, не брала. Вот первый раз взяла. Ну, думаю, понравится. Цена 48,50. Стоят эти 100 грамм. Адегейская аджика. Сухая красная паприка, можно сказать. Острая. Также я взяла карри приправу. Тут уже 200 грамм. Карри нежная. Никогда такую именно эту пачку не брала. Не могу сказать, хороша эта приправа или нет. Зачитывать не буду. Состав посмотрите. Здесь вам видно. Вполне нескучный составчик. Также буду пересыпать в баночку. И красота. Цена всего 29 рублей 200 грамм. Очень люблю светофории покупать разные специи. Во-первых, у них ассортимент больше, чем в том же доброцене. И как-то всегда есть что выбрать. Вот. Старые добрые приправы. Как же называются-то они? Вот такие вот названия. Для шашлыка постоянно брали. И берем. Нравятся. Вкусные. Но в данный момент только для плова нашли. Больше ничего такого не было. Вкусные. 200 грамм. Цена прям низкая. Поэтому нравится. Берем. Готовлю. И повторяю. Я думаю, все уже это знают. Все пробовали эти приправы. Ну, сзади даже можно рецептик найти. Ну, если кому надо, пожалуйста, состав. Что-то не нашла я цену на этот плов. Чейки длинные. Ну, что-то недорого. 20, по-моему, в чем-то рублей. Зато цена для приправы, для шашлыка мне постоянно попадалась. Чейки. 18 рублей 200 грамм. Тоже взяли. Такую именно спецвкус ни разу не брали. Ну, надеюсь, будет нормальная приправа. Ну, за такие деньги. Прям там и соли полно, наверное. Вот так. Вот там состав, посмотрите, написано. Перец, красный, паприка, горчичный порошок, чеснок, корень, пастернака. Говорю, так, так, так. Пищевая кориандра, лук. Ну, в принципе, нормальная должна быть. Сиденья. Ну, думаю, один из химозных продуктов. Это бульон для курицы. Иногда бывает даже домашний бульон. Хочется щепоточку такой химозеньки подсыпать. Здесь написано состав пищевая. Овощи сушеные, зелень, укропа, зелень, петрушки, чеснок, растительный жир, куркума, ароматизатор, курица. Вот ароматизатор хочется добавить. Аж 250 грамм в этой пачке. Тоже ни разу такую не брали. Тоже Саратовская область делает. 23,80 стоит этот бульон. Конечно, мимо хнели-сунели приправы я никогда не пройду. Вот взяла себе еще. Хотя недавно в других магазинах там чаи, кофе. Знаете, где вот магазинчики есть со специями? Я там набрала специи, ну и здесь перехватила. Ну, за такую цену, как бы, знаете, грех не взять. 120 грамм. Тут обычно цены очень низкие. Уже брала, по-моему, эту хнели-сунели в светофоре. Все было прекрасно. Состав. И пачка с зип-замком, поэтому я даже их не пересыпаю. Да и банок столько не напаснуйся. Храните на кухне. 20 рублей 60 копеек стоит эта специя, приправка. Ну и, конечно, прихватила воронежские дрожжи, которые люблю. 100 грамм. Быстродействующие, сухие. Я думаю, всем они знакомы. Цена около 40 рублей стоит, чтобы человек уже не заглядывать. Что-то 39 или 38 с чем-то. В общем, ну, 40 рублей, грубо говоря, 100 грамм дрожжей. Хорошие дрожжи, хлебопечки у меня пекут прекрасно в ЛДЖИ. Тесто любое можно поставить. Я думаю, кто выпечкой занимается, знает, что хорошие дрожжи. Лишь бы они на жаре у них там не полежали. Лишь бы у них хранение было хорошее в самом магазине. А я храню их постоянно в холодильнике. На верхней полочке, в прохладном месте. Сроки годности нормальные, еще целый год. Что-то у меня еще полно продуктов, я заполнила целый кадр. Первый раз взяла вот такое масло. Первый раз я, в принципе, увидела. Сливочная. 82% жирности, 2% натуральная. Фрау-му. Кстати, масло было варианта 3 там. Но я выбрала это. То есть типа по ГОСТу. Сливочная, соленая. Высший сорт 400 грамм. Цена 180 с копейками рублей. 181 рубль 80 копеек. Вот такая длинная пачка. Пишет, что постерилизованные сливки, скорую ее молока и соль. Москва делает. В жизни не брала масло сливочное, как масло в магазине светофора. Прям попробую. На вид выглядит так ничего, смотрите. Обычно. Не притормное желтое, приятный цвет. Нет, попробовала. Нет, не берите. Явно с пальмозой. Нет. Нехорошее масло. Оно как-то полумаргариновый вкус. У меня не пропадет. У меня хоть выпечка пойдет. Так что не страшно, в принципе. Как-то раз я брала в светофоре масло сливочное. Но я брала его для выпечки вместо маргарина. Ну, в принципе, нормально получилось выпечкой. Что с маргарином, что с этим маслом светофорским одинаково. Ну, со сливочным, конечно, лучше. Сыр Виола. Люблю. Дружба. Плавленый сыр. Большая банка. 190 рублей стоит. Уже подорожала. Я, когда покупала в последний раз, было 140 с чем-то или 156. Что-то такое. Сейчас цена уже подросла. 400 грамм. Вот. Плавленый вкусненький сыр. Точнее цена этого сыра. 199 рублей 90 копеек. То есть 200 рублей. Вот так-то. Майонез печать тоже подорожала. Провансаль. Часто беру. Тут все такое не содержит. Даже яичным желтком. 67% жирности. 800 миллилитров. Очень дорогой стал майонез. Вот такой какой-то ужас везде. Вот. Раньше он был 60 с чем-то рублей. Потом 70. В общем, цена там росла. А теперь уже 114 рублей. Вот такая цена на майонез в светофоре. Дешевле, чем в других магазинах все же. Майонез сейчас у нас будет опять прекрасно летом расходиться. Потому что лаваши. А потому что лаваш это майонезом намазать. Да, кетчупом. Да, зелени. Да, яиц туда. Да, овощей. Да еще и мяса. И в общем майонез на ура расходится. Да, хоть пиццу делать тоже. Постоянно пользуюсь майонезом. Что-то там кетчупа было очень мало. Две бутылки стояло. Одну я забрала. Может быть просто со склада еще не принесли. В общем, рика. Томатный. Опять же, для всего такого дела пиццы, да, всякие там роллы лавашные делать. 940 грамм. Я сто раз это показывала. Постоянно берем. Муж у меня любит этот кетчуп. 93 рубля 50 копеек стоит этот большой флакон кетчупа. Так, сезон закруток. Уксусная кислота. Увидела, естественно, взяла не глядя. Вот у нас здесь стандартный флакон. 39,60. Ну, 40 рублей стоит эта кислота уксусная. Муж вдруг увидел анчоусы и вдруг их резко захотел. От Азбука моря, по-моему, это хорошие производители. Я что-то запуталась в консервах. Взял две баночки. Про эти консервы, что сказать, не могу. Не брали у них ни разу. 240 грамм. И здесь просто невозможно состав прочитать. Посмотрите, я ничего, какая-то рыба, что-то написано. Я ничего не понимаю. Это какой-то идиотизм. Мало того, что очень мелко написано. Это издевательство просто для людей. Я не представляю, как это пенсионеры ходят и смотрят. Даже в очках здесь ничего не разглядишь. Так плюс оно еще и отсвечивает этими бликами. Это невозможно. Не знаю, что за состав. Не знаю, вкусно-невкусно. Ничего уже говорить не буду. В общем, такой анчоус. 40 рублей 80 копеек стоит каждая консерва от такого анчоуса. От Азбуки моря. Постоянная покупка каши овсяная. Любим. Это у нас... О, господи, сейчас завалится у меня все. Вместе с вами. В общем, овсяная каша. Увелка. Любим. Периодически. Прям, знаете, с удовольствием едим. Как прям находит на нас. В общем, 5 пакетиков. Я думаю, 100 раз распаковывала. Показывала в своих обзорах. Цена тут, как всегда, выгоднее, чем еще где-либо. 33,50 стоит упаковка. Каждый пакетик стоит 6 рублей 70 копеек. Вот, 6 рублей 70 стоит каждый пакетик там. Мюсли, которые я очень люблю. С грушей и яблоком. Запеченные. От Ого. От Ого. Мне нравится хорошая достаточно продукция. Вкусненькая более-менее. На вкус качественный, кажется. 500 грамм. Постный продукт. Думаю, все знают. С кусочками фруктов. Вот так все выглядит. Естественно, они уже подорожали. В Светофоре. В других магазинах они давно уже 100 рублей стоят. Ну, и здесь теперь стоит около 100 рублей. 94,50 стоят эти мюсли. Ну, зато вкусненькие. С мулачком прям красота. Также в магазине в этом, в Светофоре, можно найти всякие добавки. Там что-то витамин С, по-моему, еще что-то. Ну, я взяла магний Б6 Форта. 50 таблеток. Никогда не брала в таких магазинах, как бы, витамины, добавки. Вот, в первую очередь взяла. Гематогены там продаются. Гематогены я еще люблю покупать. В принципе, то же самое, что в аптеке. Вот, я думаю, все знают, для чего это нужно. Так, кому нужна таблица, посмотрите сзади. И состав заодно тоже. У кого судороги, проблемы, надо брать. Такие таблеточки. Удивительно, внутри нет инструкции. Видимо, достаточно того, что написано на упаковке. Вот этого. 119,60. Ну, 120 рублей стоит этот магний в магазине Светофор. Кстати, заметила, что и конфет стало меньше, и выпечка вроде бы стоит, но и тоже стало меньше. Купить перестали, что ли, не знаю. Ну, я в этот раз нашла вот такую вкусняшку. Она прям даже на вид очень вкусная. Я там выбирала, выбирала, чтобы такое выбрать к столу, так скажем. Чай попить. Вот. И нашла вот такое тальянское печенье, сдобное с добавками. Вот, кому состав нужен. Смотрите, вес здесь. Я не могу найти граммовку вес. Где тут вес? Оксай делает, Ростовская область, кстати. Так, так, так. Ну и что и где? Перекрутила всю коробку. Веса я так и не нашла. Ну, по-моему, на ценнике под коробками 800 грамм было написано. Ну, оно вкусное, действительно. Поэтому я рекомендую, если вы видите, покупайте. Оно реально вкусненькое. Прям с удовольствием, видите, мы уже чай попили. Прям буду повторять. Если так вот и будем, будет продажа, обязательно повторю. И цена на него там не заоблачная. Ну, вот так выглядит. Рыхленькое такое, вкусненькое. Прям там всякие эти вкусняшки, вкусности попадаются, типа злаков, что-то. Это, значит, у нас с овсяными натуральными хлопьями геркулес. Вот геркулес попадается, в принципе. Сахар и песок, хлопья, мука, маргарин столовый, как всегда. Ну, вода и так далее. В чайке нашла весь, вес 850 грамм эта упаковка. Цена 118,50. Ну, замечательно, 119 рублей стоит эта упаковка. Вкусно, да, мне нравится. Ну, конечно, оно вредное, там же маргаринное. Ну, и прихватила вот такой таз. Второй раз беру, удобный, нам нравятся. Голубые какие-то еще цвета были. И желтенькие. И у вас он какой-то лимонный, ну, такой лимонно-желтого цвета. Очень удобный. Мы уже одним пользуемся несколько лет. Нам нравятся вот такие сумочки на нем. У него удобная овальная форма. Он 18 литров. При том, при том, что пластик кажется тонким, ну, достаточно живучий. Это у нас живет. Уже не один год. Этот таз стоит всего 118 рублей 50 копеек. Замечательно. 119 рублей стоит этот тазик. Пластик вообще очень дорогой уже во всех магазинах. В принципе, на этом-то и все. Надеюсь, мое видео было интересное и полезное для вас в чем-то. Поэтому желаю вам хорошего настроения и прекрасных выгодных покупок. Пишите свои комментарии, что вкусное, что невкусное. Всем пока. Продолжение следует...